За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал. На Луганском направлении было 16 обстрелов. В семи случаях оккупанты применили минометы. На Донецком участке линии разграничения было 8 вражеских провокаций. В трех эпизодах применялись запрещенные минскими соглашениями вооружения. У Украины есть собственные возможности для защиты от агрессии. Поэтому не стоит делать акцент на то, что нашей стране кто-то должен предоставить летальное оружие и деньги. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак. Он добавил, что конфликт на Донбассе нельзя считать замороженным. Министры финансов Евросоюза утвердили черный список из 17 стран, которые признали налоговыми убежищами. Это поможет противодействовать уклонение от оплата налогов по всему миру. При этом каких-либо штрафов или санкций пока не утвердили. «Что касается списка, пусть страны-члены сами прокомментируют его последствия. Как я уже сказал, есть два списка. Список из 17 зон, которые считаются офшорными, и есть также список из более 40 юрисдикций, которые взяли на себя определенные обязательства. Они должны их выполнить, чтобы их не добавили в основной список». В список из 17 офшоров вошли в том числе Южная Корея и Панама. Более 40 юрисдикций, которые пообещали изменить свои налоговые правила и, соответствуя стандартам ДиЭС, включили Швейцарию и Гонконг. Им выделили ограниченный срок на внедрение всех изменений. «Я уже называл этот срок. Для развитых стран он составляет один год. Развивающиеся страны должны выполнить все обещания в двухлетний период». Эксперты уже назвали черный список важным шагом в противодействии экономическим преступлениям. Однако некоторые считают его недостаточным в свете масштабов отмывания денег по всему миру. В ближайшие три года в Украине планируют построить детские сады на 96 тысяч мест. Об этом сообщила министра образования Лилия Гриневич. По ее словам, это позволит ликвидировать очереди дошкольные учебные заведения. Также министр заявила, что после реализации этого плана в группах в детских садах будет обеспечена нормальная загруженность. На этой небольшой частной фабрике в Чехии рождаются елочные игрушки, которые потом можно увидеть в разных уголках мира. Перед сезоном рождественских праздников и Новым годом здесь наступает самая горячая и увлекательная пора. Двое специалистов целыми днями напролет превращают стеклянные трубочки в шары, сосульки, птичек и другие фигурки. Затем будущие игрушки окрашивают в базовый серебристый цвет и отправляют сушиться. Каждый год компания подготавливает несколько новых коллекций, при этом старается возрождать старые традиции и мастерства. «Мы попросили опытных стеклодувов, вышедших на пенсию, показать, как все делали раньше. Мы засняли это на видео и время от времени пересматриваем. Так наши работники учатся этому мастерству. Они видят, что можно создать из стекла». Раскрашивают игрушки тоже вручную. Работа кропотливая, но за день специалисты выпускают сотни готовых украшений. Такие елочные игрушки стоят дорого. Но в компании не боятся конкуренции со стороны дешевых аналогов. Ведь эти украшения сделаны с душой, а все использованные материалы абсолютно безвредны. «Мы выпускаем ограниченную коллекцию для тех, кто её оценит. И, конечно же, они могут позволить себе купить такие игрушки». Елочные украшения чешских мастеров расходятся по всей Европе. Покупают их в США, Японии, Австралии. Ну а новые коллекции 2018 года сначала будут продавать на рождественской ярмарке во Франкфурте.